Представители пяти национальностей собрались 23 августа на стадионе «Химик». Второй год подряд в городе накануне главного праздника проходит турнир по мини-футболу «Копейск многонациональный». Вообще в Копейске живет достаточно много представителей различных народностей, диаспора, которые мирно уживаются на нашей земле, и это хороший пример для всех остальных. Челябинская область – вообще одна из спокойных территорий Российской Федерации, и это говорит о том, что здесь умеют проводить правильную национальную политику. Мы приглашаем на следующий год всех остальных, кто по каким-то причинам не смог приехать сегодня. И это мероприятие посвящено Дню Городу, Дню Шахтера. В этом году в первенстве по мини-футболу приняли участие шесть команд. В товарищеских матчах на поле встретились таджики, узбеки, русские, две сборные башкир и даже представители Африки. Темнокожие спортсмены пользовались особой популярностью у зрителей и противников. Все хотели с ними сфотографироваться и, конечно, поддерживали африканцев во время игр. Команда Африка состоит больше всего из Конго, потом идет один человек из Камерун, один человек из Замбии и трое из Альжирии. Честно говоря, мы не готовили. Нас некогда готовят, но все равно играем каждый четверг для себя. Играем каждый четверг. Очень хороший соперник, немножко недозумения были, но все равно это игра, это футбол, как говорят, все хорошо пошло. Мы, африканцы, сильнее всегда, потому что мы горячие. Погода в этот день преподносила сюрприз за сюрпризом. Футболистам приходилось играть то под холодным дождем и порывистым ветром, то снова под согревающими лучами солнца. Но никакие капризы природы не смогли остановить товарищеские встречи. Схема турнира такова. Две группы по три команды играют между собой в круг. Определяем первое, второе, третье место. В полуфинал выходит первая и вторая команда. Стыковые матчи. Первая команда группы А играет со второй командой группы Б. И первая команда группы Б играет со второй командой группы А. Победитель выходит в финал. Помимо зрелищных и порой эмоциональных матчей на футбольном поле, зрители и болельщиков радовали творческие номера. На центральной площадке свои таланты демонстрировали, опять же, разные национальные центры, артистичные представители диаспор и творческие коллективы. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Параллельно со спортивными баталиями на празднике проходил кулинарный конкурс. Все гости бесплатно могли попробовать узбекский и таджикский плов, блюда башкирской и татарской кухонь, отведать чак-чак, мёд, пироги, выпечку и сочные фрукты. За кулинарное изобилие каждая национальная диаспора получила грамоту. Зрители просто не смогли выбрать победителя гастрономического конкурса. А вот лидеров футбольного первенства определила серия игр. В итоге на третьем месте оказалась башкирская команда «Салават Юлаев». Второе место досталось спортсменам из таджикской диаспоры. Обладателем кубка и победителем турнира стала сборная администрации «Копейска». Остальные команды получили грамоты за участие.